Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о неком. Штраф до 30 тысяч рублей. С 1 октября самарцев, которые ездят в общественном транспорте без маски, наказывают рублем. С 5 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон. До этого времени к теплу должны подключить все школы и детские сады. Калинка-малинка в подсолнухах. Самарский муниципальный оркестр сыграл в поле для агрария в Ставропольского района. Билет на автобус, который может обойтись в тысячу раз дороже обычного. Самарских пассажиров общественного транспорта начали штрафовать за проезд без масок. Размер наказания может достичь 30 тысяч рублей. Такое решение приняли на заседании городского штаба по противодействию распространения коронавируса. Что еще обсудили специалисты в репортаже нашей съемочной группы. Самарцев начнут штрафовать за проезд в транспорте без маски. Наказывать будут за нарушение статьи 20.6.1 Кодекса административных правонарушений России. Штраф для физических лиц от 1 до 30 тысяч рублей. Протоколы выпишут сотрудники полиции, которые теперь будут выходить в рейды со специалистами городского дептранса и дружинниками. Контрольные проверки продолжатся во всех видах транспорта – троллейбусах, трамваях, метро, автобусах и маршрутном такси. Такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В сентябре воспользоваться городским общественным транспортом из-за отсутствия маски не смогли более полутора тысяч самарцев. Это будет делаться показательно, публично, потому что требования о масочном режиме никто не отменял, а с учетом цифр по заболеваемости оно становится все более актуальным с каждым днем. На особом контроле объекты потребительского рынка и предприятия. Их регулярно проверяют на соблюдение санитарных требований. Самарское региональное управление Роспотребнадзора готовит материалы для суда на приостановку деятельности двух магазинов по продаже кондитерских изделий и суши. Предприятия систематически нарушали санитарные меры безопасности даже после неоднократных проверок. Всего в Самаре составили около 260 протоколов на общую сумму порядка трех миллионов рублей. За отсутствие дезинфекции, отсутствие циркуляторов воздуха, нарушение масочного режима и другие нарушения предприятия могут быть либо оштрафованы, либо даже может быть приостановка деятельности. Тем более, если это нарушение выявлено повторно. Специалисты районных администраций также продолжают проверять имбулаторных больных. За последнюю неделю был зафиксирован лишь один случай нарушения имя режима самоизоляции. Доложили и о контроле управляющих компаний. Замечаний к дезинфекции общественных пространств, дворов и подъезда в жилых домов у районных властей за последнюю неделю почти нет. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Самарскую набережную отмыли с хлорамином. Обработали каждый квадратный метр покрытия и все постройки. Тотальная дезинфекция в городе проводится без остановки с конца марта. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной ежедневно обрабатывают общественный транспорт, улицы, парки, скверы, жилые кварталы. Елена Малютина продолжит. Ежедневно на обработку всех очередей Самарской набережной тратят около 30 тысяч литров дезинфицирующих средств. Здесь обеззараживают общественные пространства. Часть остановочных павильонов, которые после реконструкции четвертой очереди перешли в ведение муниципального предприятия Самарская набережная. Также детские спортивные площадки, туалетные модули, скамейки, урны, перила, а также 15 тысяч квадратных метров тротуаров, дорожки для велосипедистов и роллеров. Монумент Плодья, который является одним из центров притяжения на набережной, тоже не остается без внимания. Во избежание порчи символического объекта опрыскиваются только те поверхности, которым может прикоснуться человек. Всю работу выполняет три бригады специалистов муниципального предприятия «Самарская набережная», а также две машины спецтехники. С марта обработка не останавливалась. У нас дезинфицирующие средства – это хлорамин марки «Б», который используется здесь. У нас еще пока запас есть, но собираемся сейчас еще закупать. Сейчас в договорных отношениях, то есть юристы оформляют договор для приобретения, то есть еще дополнительных, так скажем, этого средства. Дезинфекция проводится в течение всего дня. Большую часть – это с начала рабочего дня, то есть первой половины дня. В принципе, пока в основном здесь только те, кто занимается спортом, их не так много, но они есть. То есть до того, как солнышко разогреет и появляется основной поток людей на набережной, работа проводится. В парках Дазарского округа также ежедневно в ручном режиме обрабатываются все детские площадки, лавочки и так далее. А, соответственно, уличная дорожная сеть и скверы города обрабатываются в соответствии с графиком тоже ежедневно. С марта все заасфальтированные городские улицы были обработаны уже 19 раз. Скверы и парки проходят десятый круг обеззараживания. Большинство жителей с пониманием относятся к дезинфекции. Какая-то дезинфекция обязательно должна проводиться, да. Я думаю, что дезинфекция, она должна быть всегда, даже не при ковиде, а всегда должна быть дезинфекцией. То есть у людей разные заболевания, понимаете, и общественные места надо всегда дезинфицировать. Коронавирус уйдет, надо обязательно, жвер, грипп, обязательно надо все столкнуться, чтобы мы не болели. Обработка набережной будет проводиться до отрицательных температур. Елена Малютина, Николай Сидоров, События. В Самаре продолжают контролировать, все ли пассажиры общественного транспорта имеют средства индивидуальной защиты. На неделе специалисты спустились в Самарскую подземку. Какие меры действуют на муниципальном предприятии, расскажет наша съемочная группа. На каждый вагон у меня уходит 2,5 часа. Моем очень тщательно. Особое внимание мы уделяем сиденьям, поручням, где непосредственно люди присаживаются и держатся. В депо Самарского метрополитена и раньше тщательно убирали вагоны и готовили составы к выходу на линию. Теперь в целях борьбы с распространением коронавируса, мойщики используют более концентрированный хлоросодержащий раствор, одобренный к применению Роспотребнадзором. Моют полы, пылесосят, протирают сиденья и поручни, двери и окна. Такую процедуру каждый состав проходит перед 4-х часовой работой на линии. Таким образом, каждый состав минимум трижды в сутки дезинфицируется. На складе муниципального предприятия имеется запас препаратов на три месяца вперед. Моют сотрудники метрополитена не только вагоны, но и станции. Обработке подвергаются все контактные поверхности. Это входные двери и ручки типа метро, входные двери метрополитена, прилавки у кассы метрополитена, сами аппараты АКП, где прикладывается, производится оплата пассажиров, поручни, эскалаторов, когда пассажиры приезжают, держатся за них. То же самое, мы увеличили периодичность, один момент, каждые два часа у нас производится обработка. Так как в метро пропускная система входа с турникетами, то и соблюдение масочного режима здесь контролировать проще. Надевать маску надо сразу при входе в подземку и не снимать до выхода в город. В метро тех, кто не имеет этого средства защиты, на станцию не пускают. За сентябрь воспользоваться общественным транспортом и наземным, и подземным не смогли более полутора тысяч человек. Мы понимаем, что здесь предприятие теряет часть выручки, но эпидемиологическая обстановка такая, что в первую очередь нам важно соблюдение всех требований ограничительных, чтобы минимизировать риски и с условием заботы о безопасности наших пассажиров. Но в большинстве своем пассажиры с пониманием относятся к масочному режиму, ведь не заразиться, не опоздать по делам не хочется. Я постоянно соблюдаю масочный режим, потому что я люблю себя, берегу свое здоровье, люблю своих близких. Обязательно я использую с антисептиком флакончик, всегда со мной в метро, в автобусе, в общественных местах. В надземном транспорте тоже не забывают про дезинфекцию. Троллейбусы, трамвай и автобусы, включая маршрутные такси, обрабатывают перед каждым выходом на линию. Водители и кондукторы обязательно работают в средствах индивидуальной защиты. Кроме того, комплекс санитарно-эпидемиологических мер дополняет и вакцинация сотрудников от гриппа. В надземном транспорте также усилен и контроль за соблюдением масочного режима. По поручению главы Самары Елены Лапушкиной, с прошлой недели в ТРО увеличилось количество контролирующих бригад. Специалисты успевают охватить все виды транспорта. Проверки ежедневно проходят как в часы пик, так и в межпиковое время. Водитель имеет право не отъезжать от остановки, пока все пассажиры не наденут маски или нарушители не покинут салон. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Регулярную обработку проходят и все школы региона. Каждый день в образовательных учреждениях влажная уборка с дезинфекцией. Генеральную проводят раз в неделю. Сейчас в Самарской области на карантин закрыто 169 классов в 57 школах. В каком случае детей могут перевести на дистанционное обучение и как новые меры безопасности повлияли на образовательный процесс, расскажем в следующем сюжете. В Самарской школе учебный день начинается стандартно с термометрии. Это одно из требований Роспотребнадзора, по которому образовательные учреждения абсолютно точно будут жить первые 4 месяца этого учебного года. Приходят дети в школу в разное время. За каждым классом закреплен свой кабинет и у каждого класса свое расписание уроков, чтобы минимизировать большие скопления детей в коридорах. Ученики могут носить маски по желанию. Все сотрудники школы используют средства защиты во внеурочное время. На занятиях маски можно снять. К новым требованиям за первый учебный месяц уже привыкли. Самое главное – это сохранение здоровья. И учеников, и учителей, и семей наших. Поэтому ограничения сильно не влияют. Они никаким образом не мешают нам существовать. Поэтому, в принципе, положительно достаточно, оцениваемо все. Все делается для нас в первую очередь. Один раз в неделю в школе обязательно проводят генеральную уборку помещений. Ежедневно делают влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Детей приучают следить за личной гигиеной, чему очень рады родители. Они дисциплинированно обрабатывают руки, моют их. Поэтому классы опроветриваются. Обязательно есть обрабатывающий специальный аппарат. То есть я очень довольна. При этом меры безопасности никак не повлияли на образовательный процесс, говорят в школе. У нас, конечно же, изменения произошли, да, но не в плане образовательной программы. То есть вся образовательная программа реализуется в полном объеме. Мы не сокращаем ни количество часов, не изменяем ни количество тем. Все, что положено по программе по образовательной, каждый ребенок получит в полном объеме. Если в классе каждый пятый ребенок болеет гриппом или ОРВИ, весь класс переводят на дистанционное обучение. Пока в регионе на карантин ушли 169 классов в 57 школах. Светлана Кудрявцева, Владимир Постников, События. Почти треть всех многоквартирных домов Самары уже получили отопление. Около 3000 жилых зданий сегодня уже обогреваются. Тепло подается и в социальные учреждения. Все больницы с круглосуточным пребыванием пациентов и дома опеки и попечительства отапливаются. О подготовке Самары к зиме расскажет Мария Левина. Начало октября радует самарцев хорошей погодой. Среднесуточная температура воздуха 12 градусов, но дома и соцобъекты уже поступают тепло. Батареи уже нагрелись во всех детских домах. Теплом успели обеспечить 85% больницы и 97% детских садов. К началу следующей недели планируют довести все показатели до 100%. Потеплело и в квартирах некоторых многоквартирных домов. Хотя официальный отопительный сезон в этом году стартует 5 октября. Вот этот мягкий вариант позволил для того, чтобы войти плавно в отопительный сезон. Потому что мы когда включаем, то начинаем на момент включения еще очень долго кувыркаться в этом вопросе. Подключить к теплу весь город коммунальщики планируют за две недели. Многое зависит от управляющих компаний. Например, проверка стояков отопления и устранение так называемой воздушной пробки. Это их задача. За работой управляющих организаций следит государственная жилищная инспекция. Из основных задач инспекции для себя ведет подготовку фонда, контроль за подготовкой фонда к чередному отопительному сезону, а также контроль за ходом самого отопительного сезона. Чтобы исключить порывы на теплотрассах, в Самаре проводят масштабную перекладку сетей. Подготовка к отопительному сезону ведется с мая месяца. 15 запланированных к ремонту участков полностью заменено. К перекладке семь дополнительных объектов приступили в августе. После перехода города на метод единого ценообразования. Напомним, в июне было подписано распоряжение правительства Российской Федерации, после чего Самара перешла на систему альтернативной котельной, что позволило региону привлечь дополнительное финансирование и начать обновление теплосетей. Сейчас ремонт дополнительных объектов уже подходит к концу. Работы продолжаются на нескольких участках. Так, тепломагистральная улица Карвышева уже почти готова. Ее планируют закончить к концу этой недели. На 70% закончены работы на улице Запорожской на пересечении с Дыбенко. Тепломагистральная Новосадовая готова до Современника. К субботе закончит участок до улицы Гастелло. Закончили работать на 8-й радиальной из Клиренко. 80 метров трубы осталось доделать на Ярошевского. К началу следующей недели должны закончить ремонт на Пензенской и Революционной. 109 самарских котельных полностью готовы к работе. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. В Самаре подводят итоги сезона дорожных работ. В этом году в городе 34 километра улиц отремонтировали большими картами. На нескольких дорогах завершается комплексный ремонт. Все работы выполнены по национальному проекту «Безопасные, качественные автомобильные дороги». Сейчас завершают формировать список улиц, которые будут отремонтированы в следующем году. Подробнее в следующем сюжете. Перекресток Мичурино-Масленниково первый в Самаре, где пешеходы официально могут перейти дорогу по диагонали. Здесь для них даже нанесли специальную разметку. Это нововведение, сокращающее время в пути, появилось в сентябре этого года после капитального ремонта улицы Мичурино по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Между проспектом Масленниково и улицей Чкалово заменили 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна, уложили 10 тысяч квадратных метров плитки на тротуарах, сделали новые парковочные карманы, привели в порядок колодцы и бордюры, оформили газоны. Для маломобильных граждан устроили пандусы, а также уложили тактильную плитку. Для удобства перехода в проезжей части появились островки безопасности. Схема организации дорожного движения выполнена в соответствии с утвержденной ГИБДД схемой. И светофоры, знаки, ограждения пешеходные. На данный момент осталось буквально несколько знаков поставить и пешеходное ограждение установить, не более 100 метров погона. В этом году по нацпроекту в Самаре большими картами отремонтировали 45 объектов общей протяженностью 34 километра. Причем на части из них, кроме непосредственно автодороги, привели в порядок и тротуары, и бортовой камень, и съезды. Что касается комплексного ремонта, кроме улицы Мичурина, завершают работу на улицах Победы и Старозагора. По двухлетним контрактам в 2020 году начали ремонт на Ленинской и Арцебушевской. На них подрядчики идут с опережением графика. Так уже выполняют объемы следующего года на Арцебушевской. Изначально планировалось, что сделают лишь межрельсовое покрытие. Но сейчас рабочие приводят в порядок участок улицы от переулка Тургенева до Льва Толстого. Уже уложили верхний слой асфальта на дороге, сейчас укладывают плитку на тротуарах, делают въезды во дворы. Идти с опережением графика позволили и торги, которые по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провели в прошлом году заблаговременно. Главой города Елены Лапушкиной перед профильным департаментом была поставлена соответствующая задача. Это дало возможность начать работу не в мае, не в июне, а начать работу в апреле. Поэтому мы говорим опережающими темпами. А это вообще нормальная должна быть практика отторговать. Вот мы сейчас ставим себе задачу отторговать общественные пространства, уличную дорожную сеть в этом году на 2021 год. Плюсом, чтобы начать работу, как только погодный фактор позволяет в апреле и пойти ремонтировать. Список дорог, которые будут приводить в порядок в следующем году, сейчас почти сформирован. В первую очередь, обращают внимание на те улицы, ремонтировать которые просят жители, и на те, где высокая аварийность. Так, в этом году в городе уже ликвидировали 38 очагов аварийности. Также планы составляют совместно с ресурсниками, чтобы выполнять ремонт там, где перехладка труб в ближайшее время не требуется. Планируется охватить ремонтом и те территории, где ведется комплексное благоустройство. Например, возле будущего филиала Третьяковской галереи. Проспект Масленниково также преобразится. Работа намерена начать в 2021 году. В дальнейшей перспективе будет реконструирована улица 22-го портсъезда от улицы Солнечной. В этом году уровень дорог, которые приведены в нормативное состояние, повысился до 55%. По показателям нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году в городе должно быть 80% дорог в нормативном состоянии. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События. Строительство школы на пятой просеке в самом разгаре. Работы ведутся по всем фронтам одновременно. Это социально значимый объект. Его с нетерпением ждут жители района. Рассчитано новое современное учебное заведение на 600 учеников. Здесь будут заниматься школьники с 1 по 11 классы. Какие работы ведутся на строевой площадке, узнала Мэри Елчан. Трехэтажное здание школы на пятой просеке уже возвели. Работы одновременно ведутся по всем направлениям. Снаружи идет утепление фасада, обустройство кровли и прилегающей территории, а также монтаж инженерных коммуникаций. Завершается обустройство игровых площадок со специальным покрытием. Внутри также ведутся активные работы. Сейчас уже начинаем делать чистовую отделку. В санузлах выкладывается плитка, в столовых приемы пищи. Делается уже чистовая отделка. Вся школа по периметру будет ограждена забором. Плюс дополнительно все игровые и спортивные площадки будут еще своим забором ограждены. Образовательное учреждение рассчитано на 600 детей. Кроме учебных классов, актового зала и столовой, в школе разместят два спортзала – большой и малый, тренажерный зал, раздевалки и душевые. Школу строят благодаря нацпроекту образования, инициированному президентом России Владимиром Путиным. Строительство объекта на контроле у областных и городских властей. Внешние работы на коммуникациях планируется завершить в течение месяца до конца строительного сезона. У нас все инженерные системы уже будут выполнены где-то к концу ноября. То есть на зимний период у нас каких-то таких работ, связанных с земельным циклом, уже не будет на объекте. Будем заниматься внутренними работами, обвязкой, инженерными системами. Сдать образовательное учреждение должны до конца года. Чтобы уложиться в сроки, 200 строителей работают круглосуточно в несколько смен. Мэри Илчан, Василий Калдашов, События. Яркие и зажигательные мелодии в поле с подсолнухами. Самарский муниципальный духовой оркестр сделал подарок аграриям из Ставропольского района, которые собрали рекордные урожаи зерна. Фермеры перевыполнили показатели национального проекта и стали примером для своих коллег. На музыкальном празднике побывал наш корреспондент Анатолий Головко. Благодаря усердному и кропотливому труду аграрии в Самарская область попала в списки лидеров России по земледелию и животноводству. Фермерам удалось не только обеспечить продовольственную безопасность региона, но и перевыполнить показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Собрали 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Самая высокая урожайность в Ставропольском районе. Самый лидирующий район – это Ставропольский, где уже намолотили 220 тысяч тонн зерна. И нам еще остается убрать позднюю культуру – это кукуруза на зерно. Это, конечно же, прибавится к этой цифре. Высокие показатели урожайности вдохновили самарских музыкантов. Они решили поблагодарить аграриев за добросовестный труд. В рабочий полдень организовали концерт для фермеров прямо в поле. Популярные лаконичные мелодии звучат в таком месте впервые. Самарский муниципальный духовой оркестр выступает в поле под Тольятти, а в импровизированном зрительном зале работники сельскохозяйственной отрасли. В этом году им удалось собрать рекордный урожай зерна. После первого взмаха дирижерской палочки слушатели немного смущались, но уже после нескольких композиций начали дружно аплодировать и подпевать музыкантам. По словам главного дирижера оркестра Марка Когана, коллектив не выступал на подобных площадках уже около 30 лет. Но этот опыт пришелся музыкантам по душе. Желание повторить наш концерт вызывает во мне очень теплые чувства и хорошие эмоции. Это то, что, безусловно, надо возрождать. Возрождать именно потому, чтобы обмен между, условно говоря, городом и селом был на постоянной основе. Для исполнителя важно, какая публика. И вот сегодня публика, у них горели глаза, они кричали «Браво!», они подпевали солисту, они пританцовывали. То есть мы видели, что наша музыка, наше исполнение дошло до их сердец. А это, мне кажется, самая главная награда для музыкантов. Концерт муниципального духового оркестра в Ставропольском районе прошел при поддержке регионального правительства и администрации Самары. Анатолий Головко, Григорий Бельшаков. События. Муралы захватывают Самару. Еще одна картина скоро появится на фасаде девятиэтажки в районе детской инфекционной больницы на Новосадовой. Ее рисует художница Оксана Гладкова. От работы мастера отвлек Сергей Кизоркин, чтобы записать интервью. Дышать полной грудью и наслаждаться жизнью, отбросив резиновые перчатки, медицинские маски и тесты на COVID-19. Такую радужную картину, которая наступит после пандемии, рисует самарская художница Оксана Гладкова на одном из домов на Новосадовой. Место символическое в районе детской инфекционной больницы. За три дня удалось нанести проекцию эскиза с листобумаги на фасад многоэтажки. Теперь осталось раскрасить. Полноценная картина появится к концу этой недели. Я, посидив, подумав, пришла к мысли, что, наверное, самое главное это будет наше здоровье, здоровье наших детей и родителей. И поэтому изобразила такое окно в постковидный период, когда мы все сможем дышать полной грудью чистыми легкими. Оксана Гладкова расписывает стены домов не в первый раз. На ее счету уже семь муралов. Есть картины в Сургуте, Нижневартовске, Туле и Тольятти. В Самаре до девочки в постковидном мире Ольга нарисовала также футболистов чемпионата мира и медиков, которые сражаются с коронавирусом. Художница победила в областном туре в фестивале стрит-арта, обойдя 18 соперников. А теперь готовится участвовать в конкурсе Приволжского федерального округа «Форум-арт», где и представит новую работу. Мы очень надеемся, что наша работа, чисто вздох, работа Оксаны Гладковой, конечно же, победит. Потому что, если мы посмотрим на нее, работа символизирует ту эпоху, которая в скором времени настанет. Когда каждый из нас сможет снять перчатки с рук, сможет снять маски, спокойно обнять близких и перестать думать про то, что есть какие-то барьеры и есть проблемы. Определят лучший мурал в конкурсе ПФО простые люди. Голосование пройдет в интернете. Автор лучшей работы получит денежный приз – 100 тысяч рублей. Обладатель второго места – 70 тысяч, а третьего – 50. Самарская художница надеется на успех. Но куда потратит деньги, если победит, пока не решила. Возможно, подарит еще один мурал горожанам. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok